Слово штурма – это бесконечное в обе стороны слово, которое обладает свойством f от n равняется n плюс 1. Понятно? Оно отличается от вот этого fk три равно k на единичку. У слова штурма на единичку. И вот оказывается, что удается целую теорию создать. И заметьте, это очень непохожие друг на друга три определения. В равномерности я объяснил здесь, что такое. Это не больше чем на единицу отличается в слове данном для негричного фа. Геометричность – это вот существование прямой. На первом стадии похоже. И слова штурма. Вот оказывается, что когда неграциональный коэффициент, негричное слово, то это строго одно и то же. С рациональным ситуация с одной стороны понятнее, с другой стороны, строго говоря, такого нет. Почему? Ну потому что прямая может пройти через узел. Понятно? Вот это вот вроде бы мелочь, а из-за этого приходится просто отдельно формулировать. Там они, разумеется, все выписываются, и даже в общем ничего не сложнее. Но приходится после случаях рационально выписывать отдельно. Типичный пример негеометрического равномерного слова такой. Берете слово, в котором все буквы А, кроме одной буквы В. Можно так нарисовать прямую, чтобы она пересекла один вертикальный отрезок, и все остальные пересеченные отрезки были бы горизонтальными. Что значит, что она пересекает горизонтальные отрезки? Это значит, что она идет почти вертикально. И в одном месте она должна пересекла вертикально. Ну слушайте, если прямая в одном месте пересекла вертикально, то это означает, что она не вертикальная. То есть она идет как в дугу, да? Ну значит, она ящик пересекла вертикально. А между тем последовательность, состоящая из одной и той же буквы, и только в одном месте буквы поменяли, она, конечно же, равномерная. Ну вот, господа, я сегодня хочу сделать следующее. Я хочу объяснить, почему вот это вот одно и то же. И хотя бы немножко все-таки сказать про слова штурма, потому что, согласитесь, это очень здорово, когда у нас есть вот другой взгляд на задачу. А именно, я сейчас докажу, что если у нас слово равномерное, то в таком случае f от n не больше, чем n плюс 1. Если мы с вами будем знать теорему, что когда-то f от n стало равно n, значит слово периодическое, то из этого сразу получится, что если слово равномерное, не периодическое, то это слово штурма. Потом, конечно, надо будет доказывать, что любое слово штурма, или такое, и такое, но это уже не силу. Вот, замечательно, я думаю, что это доказательство очень простое. Давайте я сейчас аккуратно выпишу эту лему и докажу ее просто-напросто методом математической инвестиции. f от n не больше, чем n плюс 1. Разумеется, доказывать мы это будем по инвестициям. И давайте, собственно говоря, смотреть. Вот база. База – это очень просто. Это n равно 1. Смотрите, тогда у нас, собственно, всего-то есть две буквы. Понимаете, что из двух букв можно составить всего два слова в длине 1? Либо одна буква, либо другая. Значит, f от n, разумеется, не больше двух. Просто потому, что всего слов будет не больше, чем 2. Понятно? Так, строго говоря, дальше не нужно, но я на всякий случай все-таки покажу. Что значит n равно 2? Какие в таком случае есть слова? Ну, из алфавита, где мы будем буквы х и б, это будет так. А, б, что еще бывает? А, а, б, а и б, б. Вообще-то слов 4. А я хочу, чтобы, чтобы это двух было бы не больше трех. Скажите, пожалуйста, почему все 4 слова не могут встретиться? Потому что и а, а, и б, б. Реально. А, а противоречит б, б. Конечно. Конечно. А, а противоречит б, б. Потому что количество букв а в таком слое больше, чем на единицу, отличается от количества букв а в таком слое. Сделано. Ну, здесь еще раз. Формально говоря, это не нужно. Потому что я буду все равно делать индукционный переход от n к n плюс 1. Теперь переход. Вот это два раза. Теперь переход. Предположим, что у меня f от n не больше, чем n плюс 1 для какого-то правильного числа n. И вдруг для следующего не получилось так. Что у меня тогда следующего не получилось? Значит, f от n плюс 1 не меньше, чем n плюс 3. Согласны? Это понятно? Замечательно. Тогда берем любое слово из n плюс 1 буквы и смотрим, как оно получается из слова, в котором n буквы. Вот смотрите. Это же так. Нужно написать слово из n буквы. И здесь будет дальше или буква а, или буква б, или оба варианта. Согласны? Смотрите. Мы предположили, что f от n плюс 1 это не меньше, чем n плюс 3. Так? А внимание, сколько было слов для n возможных? Максимум n плюс 1. Так? Вот давайте выпишем все эти n плюс 1 слов. Вот одно, второе, третье, четвертое, n плюс первое. Так? Понимаете ли вы, что если к каждому из них приписать по одной букве, то это получится всего лишь n плюс 1 вариант? Так? А у нас вариант n плюс 3 значит обязательно хотя бы в одном месте будет повторение. Называется в принципе перекляем. Если у вас n плюс 3 больше, чем n плюс 1, и при этом мы же любое слово длины n плюс 1 можем разрезать на слово длины n и еще одну букву. То в таком случае обязательно из буквы а, из буквы b у вас будет. Согласны? Поняли меня? Да. То есть у вас есть некоторое под слово длины n. Такое, что и после него а пишешь, и это будет под слово длины n плюс 1 где-то. И б пишешь, и это где-то в другом месте, но будет под слово длины n плюс 1. Замечательно. Так, только секундочку. Если я в одном месте так сделал, было n плюс 1 вариантов, а станет, ну, сколько вариантов? Всего лишь n плюс 2. Понятно? Значит, на самом деле таких мест будет сколько? Минимум 2. И давайте это зафиксируем. У нас обязательно найдется хотя бы два места, обладающие следующим свойством. Вот это не это слово. Давайте, ну, значит, 1. После этого пишем букву а. Или после этого пишем букву б. Другое какое-то слово б. После этого пишем букву а. И после этого пишем букву б. И все это, все 4 штуки, это под слово. Другие господа, меняю вас. О, такого вы знаете. Нужно использовать равномерность. Догадайтесь, почему так у него. Итак, у нас есть некие под слова разные. Альфа не равно бета. Альфа и бета. Такие, что альфа а, альфа б, бета а и бета б. Это все под слова. Все понятно, да? Требуется получить противоречие. Разумеется, противоречие с равномерностью. Потому что, собственно, теорему анну звучит очень плохо. Если слово равномерное, то альфа н не больше, чем а плюс 1. Для этого скажу. Господа, а что значит альфа не равно бета? Тут у вас есть слово. Что значит альфа не равно бета? Ну, они всегда одинаковые длины, а они длины м. Значит, в какой-то позиции стоят разные буквы, так? Но вот это меня не устраивает. Потому что, ну, мало ли, в какой позиции стоят? Давайте я буду двигаться справа налево в поисках первой отличающейся буквы. Повторяю. Буду двигаться справа налево, каждый раз читая очередную букву, и буду искать место, где альфа и бета отличаются. Вы понимаете, что я такое место обязательно найду? Потому что, если я его не нашел, то альфа было бы равно бета. Так? Замечательно. Значит, смотрите. Вообще-то, может быть так, что с самого начала. Я пошел, и здесь вот стоит какая-то буква, а здесь стоит рука. Давайте я это сюда покажу. Представьте себе, что последняя буква слова альфа это, например, буква А большое. А здесь буква Б большая. Тогда смотрите. АА входит, и БВ входит. Поняли? Замечательно. Ну, хорошо. Значит, не может быть так, что просто вот эти буквы разные. Значит, будет какой-то совпадающий кусок. И здесь тоже совпадающий кусок. А здесь будут стоять разные буквы. А вот здесь будут стоять разные буквы. Поскольку мы можем поменять местами альфа и бета, то давайте считать так, что вот здесь стоит буква А, а вот здесь в слове бета, на соответствующей пальце, стоит Б. А эти слова одинаковые. Понятно? Так смотрите, что у нас тогда будет. Вот давайте я вот это слово обозначу, чтобы я говорю. Я здесь обозначу, чтобы я говорю. Тогда у нас будут следующие слова. А, думаю, Б, А. Это получается отсюда А, вот это, и вот эта буква А. А отсюда что я возьму? Б, думаю, Б, мы будем поменять отсюда. Есть такое? Понятно? А теперь вопрос. В равномерном слове так бывает? Нет, потому что если взять два этих куска, то получится А. Потому что они одинаковой длины, а здесь ровно на две буквы А больше, чем здесь. Вы поймите, слово W, оно может быть стояно как угодно сложно, но все равно в нем столько же букв А, сколько в нем самого. Понимаете? От себя снова сложно отличаться. Двигались как раз и смотрели, пока совпадает. Нашли первое несовпадающее место. И все. Наличие А, W, А противоречит наличию группы А, W, B. Потому что количество букв А отличается на две буквы в этих словах. А должно не больше гибнуть. Поняли? Отлично. Отлично доказали мы эту лему. Заметьте, доказательство абсолютно естественное. Тогда, понимаете, это пример математического рассуждения, когда ясно, что его нельзя улучшить. Вот, вот. Оно короткое, оно что-то по делу, видно, в каком месте мы использовали равномерность. Использовали это ровно один раз для обоснования перехода. И таким образом мы доказали, что если у нас есть непериодическое равномерное слово, то доказали по модулю вот той теоремы о периодических словах. То есть мы доказали, что сейчас меньше и равно, а пока еще не равно.